В нелегкое для бизнеса время Федеральная налоговая служба в возможности упростила оформление документов. На официальном сайте ведомства функционирует более 50 сервисов, которые позволяют общаться с налоговой без личного контакта. С 30 марта более 600 саровчан сдали декларацию по форме 3НДФЛ через личный кабинет портала налоговой службы. Юридические лица индивидуальных предпринимателей, имеющие усиленно квалифицированную электронную подпись, в том числе полученную при регистрации КАС онлайн, могут предоставлять бесплатно налоговую отчетность, кроме отчетности по НДС, с сайта fnsnalog.ru. Для этого необходимо воспользоваться сервисом налоговый учет, предоставление налоговой и бухгалтерской отчетности. Риски распространения коронавируса повлияли на сроки сдачи отчетности, уплаты налогов и взносов в 2020 году. Перенос сроков предоставления налоговой отчетности действует для всех организаций и индивидуальных предпринимателей. Также правительство решило продлить до 15 мая 2020 года срок сдачи налоговых деклараций по НДС за первый квартал 2020 года и расчеты страховых взносов. Декларацию по форме 3НДФЛ о доходах, полученных в 2019 году, необходимо сдать до 30 июля. Срок уплаты налогов для физических лиц не продлен и он также остается 15 июля 2020 года. На сайте налоговой предусмотрен сервис для приема заявлений от предпринимателей о прекращении деятельности. В период карантинных мер разрешили направлять такие заявления без усиленной электронной подписи. Обязательно нужно приложить все необходимые документы и квитанцию об оплате госпошлины. Еще одна мера поддержки для бизнесменов – оформление отсрочки или рассрочки на уплату налогов. Для этого нужно соблюсти два условия. Во-первых, организация или индивидуальный предприниматель должна относиться к пострадавшим отраслям. Снижение выручки за первый квартал и последующие квартала 2020 года должно быть не менее чем 10%. Или же должен быть получен убыток. А строчка предоставляется по налогам, авансовым платежам и страховым взносам, срок уплаты которых наступил в 2020 году. Также по ним должна быть сдана налоговая декларация. Если вы напишите заявление до того, как сдали налоговую декларацию, вам однозначно отказывают предоставление отсрочки или рассрочки. ФНС рекомендует одновременно с подачей налоговой декларации подавать заявление на отсрочку и рассрочку тем предприятиям и организациям, которые как раз относятся к пострадавшим отраслям. Еще одно условие – АКВЭД по основному виду деятельности должен быть зарегистрирован до 1 марта 2020 года. Если дела у предпринимателя не важны, то тогда он может написать заявление на рассрочку и выплачивать налоги частями. Для этого нужно предоставить график погашения платежей, а также на выбор – банковскую гарантию, поручительство платежеспособного лица или залог ликвидного имущества. Помимо прочего, у этой меры поддержки есть еще одно преимущество – не начислят пенни. Продолжение следует...